здравствуйте друзья в этом обзоре я расскажу про универсальный инфракрасный контроллер xiaomi призванный управлять любыми устройствами имеющими пульты дистанционного управления с инфракрасным светодиодом кроме обширной базы данных устройств пульт также можно обучать так что он умеет повторять совершенно любые пульты также я приведу примеры смарт-сценария всего участия в том числе и те которые умеют активировать и деактивировать сами себя или другие сценарии доставка новой поштой все стандартно описывать особенно нечего поставляется в картонной коробке на этот раз не привычно белая коричневой такие мне тоже встречались вроде бы первые версии браслета в my band были в похожих размеры коробки идеально подогнаны под контроллер ничего не болтается по коробке картон плотный и твердый при пересылке повредить будет довольно проблематично комплект поставки аскетичен шайба контроллера и плоский кабель питания usb micro usb размеры около 10 сантиметров в диаметре и чуть менее 3 сантиметров толщину на боковой торцевой поверхности шайбы которую условно назовем вперед находится синий светодиод активности постоянно горящий когда контроллер включен а с диаметрально противоположной стороны которые назовем зад находится разъем micro usb верхняя часть изначально защищена транспортировочной наклейкой и кажется непрозрачной но на самом деле это не так невооруженным глазом конечно незаметно но при помощи камеры видно свечение инфракрасных диодов расположенных ромашкой для направления сигнала во все стороны выглядит это примерно вот так нижняя часть базы контроллера выглядит так база работает через вай фай для ее работы не нужен шлюз достаточно только смартфона или планшета с установленным по мехом также понадобится источник питания на 5 вольт с разъемом юсб а после включения питания контроллер обнаруживается приложением мехом происходит сопряжение после чего контроллер появляется в списке устройств к сожалению стандартный плагин не переведен даже на английский поэтому пришлось воспользоваться переведенной версией ссылку на которую оставлю внизу видео сразу после установки обновляется и прошивка контроллера в основном меню контроллера находятся опции позволяющие сортировать по порядку сохраненные пульты просмотреть или создать новые смарт-сценарии или перейти в подменю основных настроек из основных настроек можно задать имя устройства поделиться им с другими аккаунтом назначить группу устройств по названию комнаты проверить обновление удалить добавить ярлык плагина на рабочий стол и просмотреть сетевую информацию режима разработчика позволяющего добавлять устройство в альтернативные системы как у светильника v-light или шлюза к сожалению нет теперь рассмотрим методы добавления пультов их 3 поиск модели все поддерживаемые пульты по названию причем имеется как официальная галерея пультов так и пользовательская добавить пульт добавляем пульт из существующих выбирая по типу устройства аналогично как в приложении мир и mode на смартфонах сяомис и к датчиком и копия пульта это копирует управляющие сигналы с любого инфракрасного пульта имеющегося в наличии 1 и 2 режим отличаются только первичным выбором и далее совершенно одинаковы находим нужное нам устройство например телевизор samsung далее путем проверки кнопок питания и громкости подбираем работающий пульт и сохраняем его в списке кстати для владельцев android tv боксов с пультом показанным на экране можно выбрать из категории xiaomi mi box устройство open box и будет работать нормально что удобно программа предлагает объединить пульты и можно получить на одном экране кнопки управления телевизором сверху питание и громкость а больше ничего и не нужно и tv боксом меню копирования пульта мы можем добавить любой пульт из имеющихся у нас в наличии сначала выбираем тип устройства или опцию другие устройства далее следуя экранным подсказкам назначаем команду на каждую кнопку в случае с определенным классом устройств на примере tv box мы по экранному шаблону поочередно нажимаем соответствующие кнопки на реальном пульте сохраняя их на виртуально либо в классе другие устройства сами называем кнопки и записываем на них действия с реального пульта вот так выглядит мой список пультов для этого контроллера кроме стандартных пультов для телевизора android box имеются обученные пульты от увлажнителя робота-пылесоса и конденционера что позволяет управлять этими устройствами при помощи сценариев умного дома smart сценарий инфракрасный контроллер доступен как действие для любого сценария в приложении me home при выборе устройства из списка нам доступна одна опция remote mode далее список сохраненных пультов и дальше любая кнопка любого пульта примеры моих сценариев увлажнитель воздуха в отличие от увлажнителя который я уже рассматривал с механическим управлением которые можно просто включать и отключать при помощи смарт-розетки в этом примере модель управляется с пульта дистанционного управления для того чтобы интегрировать его в систему умный дом и контролировать влажность я написал исполняемый сценарий которым с разницей в 2 секунды увлажнитель сначала включается потом повышается заданная влажность до 70 процентов специально чтобы он не отключался самостоятельно и включается режим ионизации влажность контролирует два сценария один срабатывает когда влажность менее 40 процентов он и запускает исполняемый сценарий второй срабатывает когда влажность выше 50 процентов он просто активирует кнопку включить выключить здесь имеется одна тонкость влажность изменяется и даже после включения выключения увлажнителя она еще какое-то время находится в пределах допустимых для срабатывания сценариев в случае с управлением через розетку это не проблема розетка уже включена или выключена и повторная команда ничего не меняет а в случае с управлением через пульт повторное срабатывание сценария вновь включает или выключает его так как это действие отвечает одна и та же кнопка пульта чтобы этого не происходило каждый из сценариев имеет дополнительные условия прекращение своего действия и включение второго граничного сценария то есть сценарий влажность более 50 процентов активирует кнопку включить выключить на экран контроллере переводит себя в состоянии выключена и включает сценарий влажность менее 40 процентов и наоборот также я добавил в эту схему контроля влажности сценарии открытия и закрытия окна так как увлажнять помещение при открытом окне смысла нет то при соблюдении действия окно открыто более 1 минуты отключаются сценарии контроля влажности менее 40 и более 50 процентов активируется сценарий для отработки закрытия окна их 2 и прекращается действие сценария окно открыто он уже отработал и повторять его до момента закрытия окна не нужно так как я не могу отследить состояние увлажнителя работает он момент открытия окна или нет я просто отключаю на 30 секунд розетку в которую он включен что сбрасывает его и гарантирует его отключение она закрытие окна имеется два сценария первый срабатывает в случае когда влажность при закрытии окна менее 40 процентов сразу активируется исполняемый сценарий на включение увлажнителя активируется сценарий контроля влажность более 50 процентов сценарий окно закрыт и отключаются оба сценария на закрытии окна второй сценарий если влажность более 40 процентов в этом случае увлажнитель не включается активируется сценарий влажность менее 40 процентов далее аналогично отключаем сценария закрытия и активируем сценарий открытия окна в качестве примеров еще приведу несколько сценариев которыми я пользуюсь исполняемый сценарий на отключение телевизора чтобы сначала с одного пульта не выходить из плеера android box а я смотрю фильмы и телевидение при его помощи а потом с другого пульта не выключать телевизор теперь я это делаю по нажатию одной кнопки также я отключил плановую уборку на роботе-пылесосе айлайф а4 теперь он управляется с контроллера в будние дни он запускается немного раньше чем выходные а в выходные кроме запуска он автоматически переводится в режим повышенной мощности что сокращает время уборки вместо более чем двух часов до часа надеюсь что мой обзор был интересен и полезен если у вас остались вопросы задавайте их комментарии к этому видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч дальше будет еще много интересного